Здравствуйте, друзья! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO-проектах. В сегодняшнем обзоре проект BitNation. BitNation открывает эпоху нового вида коммуникаций. BitNation преследует и решение стратегических задач. Децентрализованные нации уже сегодня смотрят в будущее. Это добровольное объединение граждан планеты на базе общих целей и интересов. Специально созданное ПО Пангея стало функциональной основой существования цифровой нации. Задача BitNation вернуть людям свободу и вывести их из-под давления государственных систем. Для этого был проделан огромный путь. Командная технологическая проработка внушает уважение. Проект родился в 2014 году. За период существования было выпущено три вариации MVP. При этом каждый из шаблонов предусматривал применение разных протоколов. BitNation и юрисдикция Пангея. Что это такое? Команда децентрализованных наций дает различные определения цифровому проекту. Он позиционируется в качестве глобальной платформы менеджмента и называется интернетом суверенности. Также есть и другие определения этого проекта. Разработчики проекта подразумевают, что на существующем витке развития роль государства более не актуальна. Ситуация требует, чтобы социум был организован абсолютно по-новому. Люди сами вправе выбирать то, у кого они будут заказывать управленческое обслуживание. При этом сообщества или структуры, которые предоставляют такие услуги, обязательно должны конкурировать по качеству, стоимости и полноте управленческого сервиса. Побудительным мотивом технического создания децентрализованных наций стал отказ от практики насилия. Если говорить точнее, то создание таких внутренних условий, когда любое насилие становится полностью неэффективным инструментом, с помощью которого не могут решаться задачи. Юрисдикция Пангея стимулирует сотрудничество и поиск разрешения возникающих споров. Она никак не поддерживает конфликты. В целом Пангея является современным программным продуктом. Именно на базе этой платформы создаются бит нации. Проект формирует децентрализованное общество людей, сотрудничество которых основывается на добровольном участии. Здесь полностью отсутствуют границы и рождается DBVN-нация. Это понятие аналогичное DAO или автономной децентрализованной организации. Под нацией следует понимать крупное объединение людей, которых связывают общие цели и пользовательские интересы. В отличие от стандартного государства, здесь нации формируются абсолютно добровольно. В DBVN-нации призваны объединять индивидуумов и предоставлять управленческие услуги вне каких-либо ограничений, включая географический признак, национальную, расовую, религиозную или этническую принадлежность и другие различия. DBVN-нации не приемлют насилие. Личностное принуждение или обман. Здесь отсутствуют трудовые повинности проявления рабства или долговой зависимости. Принципиально не практикуются преследования, репрессии, шантаж или иные разновидности насилия. Цифровые нации конкурируют строго в рамках абсолютного свободного рынка. Заказчики или граждане платформы на добровольной основе выбирают то, услугами какой созданной бит-нацией им воспользоваться. При этом не запрещается принадлежность к различным DBVN-нациям либо создания персональной бит-нации. Общая суть и отдельные особенности. Пангея функционально построена на блокчейне Ethereum, однако это не является принципиальным моментом. В случае необходимости она легко перейдет на любую иную платформу. Это может произойти, если другой блокчейн позволит эффективнее решать задачи бит-нацией. В проекте применена сеть Pansalasa. Она построена с использованием протоколов IPFS и SSB. Соответственно, в ПО Пангея обеспечены высочайшие уровни безопасности и устойчивости от отказов. Особенностью бит-нации является присутствие особой репутации. Она всячески поощряется начислением неторгуемых токенов. Активы могут быть преобразованы на биржах криптовалют в фиатные деньги. Но не это является главным. Важнее то, что репутационный рейтинг продвигает наиболее ценные для пользователей нормы, законы и смарт-соглашения. Независимое начисление единиц учета или токенов в ПО Пангея осуществляет искусственный интеллект. Этот бот именуется Lucy и запускается на блокчейне Ethereum в качестве смарт-соглашения, при этом остается нейтральным конкретным платформом. Соответственно, может переводиться на иной блокчейн, способный эффективно обрабатывать интеллектуальное соглашение. Что могут участники Пангея? На базе ПО участники имеют ряд возможностей. Создавать персональные битнации, присоединяться к одной либо нескольким иным нациям, реализовать долгосрочное взаимодействие с иными гражданами либо целыми нациями. Также есть возможность выбирать обслуживание арбитров, нотариусов и прочих специалистов по своему индивидуальному усмотрению. Помощником пользователя выступает, например, рейтинг юристов. Также можно получать арбитражное юридическое либо нотариальное обслуживание, выбирать законодательные файлы, которые регламентируют персональную безопасность и права на имущество, самостоятельно создавать законы. ПО Пангея запускается в качестве приложения на пользовательском смартфоне. На текущий момент битнации насчитывают уже 10 тысяч граждан. Было заключено и заверено нотариусами более 5 тысяч соглашений. Написано свыше 100 тысяч слог-строг программного кода. Присоединяйтесь к этому потрясающему проекту. Описание проекта есть в белой книге, ссылку на нее вы найдете в описании к видео. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok